Перспективы развития крупнейшего в Беларуси комплекса по производству удобрений обсудили сегодня на совещании у главы государства. Правительство предложило план модернизации Гродно-Азота. Он предусматривает обновление производственных мощностей и переход на энергоэффективное и высокотехнологичное производство. Александр Лукашенко отметил, необходимо внимательно рассмотреть все аспекты и принять взвешенное решение, нацеленное на долгосрочную перспективу. И подчеркнул, никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. По мнению главы государства, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти. В Беларуси впервые с рабочим визитом глава Международного общества инженеров нефтегазовой промышленности. Поводом стало вступление в него Беларуснефть. Это возможность обмена технологиями со всем миром. В Беларуси 83 нефтяных месторождения, на 61 ведется добыча. Остальных после долгих лет эксплуатации извлекать нефть стало сложно, и скважины пришлось законсервировать. Теперь же в Беларуси есть доступ к технологиям, которые в перспективе помогут добывать черное золото даже на таких месторождениях. Новейшие мировые разработки в лечении болезней сердца и подготовка профессиональных кадров для районных больниц. В медуниверситете продолжается международная конференция кардиологов и терапевтов. Общаться с белорусскими хирургами приехали врачи из десятка стран. Специалисты отмечают, что главная задача сегодня обеспечить достойную медицинскую помощь каждому пациенту. Для этого в том числе необходимо внедрение врачей общей практики. Подготовка таких специалистов позволяет решать многие вопросы по смежным специальностям.